Все мы знаем, что на сегодня ты тренер. У тебя есть ислам. И Усман, который только что победил. И стал чемпионом в Беллатар. Поэтому хочу спросить, каково тебе быть тренером для своих братьев, людей, которых ты любишь? Ты их знаешь, тренируешь. Как можешь описать разницу и ощущение от пребывания бойцом и тренером? Знаешь, что интересно? Люди знают, что Усман мой двоюродный брат. Но он только родился в 98-м году, когда я познакомился с исламом. И знаешь, иногда, мне кажется, ислам мне больше брат, чем Усман. Никогда не понимаю, кто мой брат. Мы точно тебя понимаем. Понимаешь? Ислам, он младше меня больше, чем на три года. И было так, что мы вместе росли и вместе тренировались. Всю жизнь. Усман младше больше, чем на 10 лет. И это большая разница. Но мы все равно тренируемся вместе. И я много помогаю ему. И в данный момент за нами чемпионы UFC и Беллатар в легком весе. Невероятно. Да, невероятно. Это невероятно. Я слышал очень давно, как один парень сказал, я пришел захватить ММА. Но это мы пришли захватить ММА. И знаете, что еще интересно? Я тренирую не так уж много людей. Я тренирую тех, кто был рядом со мной. Когда я был активным бойцом. А это, наверное, около 12-15 парней. И когда я шел сюда, подходил к стадиону, я читал, что мы, 13 наших бойцов совместно, выиграли почти в 300 боях ММА. Можно с ума сойти. Никто, никто и никогда не делал такого ММА до нас. Такого не было. И я очень рад, что так получилось, ведь знаю, что это благодаря моему отцу. Благодаря тому, что он вкладывал в нас. Учил нас, помогал двигаться вперед. Делал все. Поэтому даже сейчас его наследие продолжает жить. Мы не видели, как ты проигрывал. Мы видели только твои победы. Поэтому хочу спросить, как ты справляешься с поражениями в личной жизни и за пределами нашего поля зрения? Я не делаю ничего, я просто не... Стараюсь... Стараюсь не стрессовать. Если что-то случилось, это уже случилось. Что можно поделать? Я тебя понял. Так я же не шучу. Ну ладно, теперь серьезный вопрос. Ты... Ты можешь тренировать, кого захочешь. Мне хочется знать, на какие качества бойца ты обращаешь внимание, когда выбираешь того, кого хочешь тренировать. Как тренер или как боец? Как тренер. На какие? Качества обращаешь внимание, когда соглашаешься тренировать. Ведь многие хотят тренироваться у тебя. Какие ищешь характеристики, если вкратце, то... Например, я захочу тренироваться. У тебя. Захочу пойти в бои. Что мне нужно сделать? Я родился в 96-м. Усмар в 98-м. У меня преимущество в два года. Ну, во-первых, тебе придется следовать моим правилам. Придется следовать моим правилам. А я думаю, что это нелегко. Не думаю, что я добрый тренер. Я добрый человек. Да не, серьезно. Я думаю, что я хороший человек. Но вот как тренер... Нет, я точно не хороший. И я, кстати, не шучу. Смешно им. Вам надо хотя бы раз провести с нами тренировку, и тогда вы улыбаться не будете. Знаю наверняка. Мне кажется, я справлюсь. Я как бы, знаешь, я из таких мест... Я из Ридженс Парк. Это дало мне необходимую подготовку для наших переговоров. Молодец. Только я еще не закончил. Так что извини. Некоторые люди, которые присоединяются к моему подготовительному лагерю, они не понимают многие моменты в самом начале. Сейчас я наблюдаю за современными тренировками парней в ММА, и они делают очень многие вещи, которые вообще не должны делать. Бойцу не надо бить по лапам целый час. Заниматься кроссфитом, кигать железо. Я всегда говорю своим ребятам. Если хочешь стать успешным бойцом ММА, и ты из Дагестана знаешь, как бороться, и вообще все понемногу, тебе надо каждый день заниматься грэплингом и борьбой по часу. Если ты не занимаешься борьбой и грэплингом каждый день по часу, то это не тренировка для ММА. Хорошо, если вы хотите заниматься фитнесом, то по всему миру есть миллионы и миллионы девчонок, которые делают то же самое, что и ты. Они тренируются как фитнесисты. Девчонки тоже. Забавно. Я еще не закончил. Не закончил? Давай. Потому что если ты не занимался борьбой, например, один час сегодня, это плохо. Иногда я переписываюсь с ребятами, пока путешествую по миру. Стараюсь их контролировать. Пишу и спрашиваю, что делал сегодня. Говорит, тренировался. Я как тренировался? Что делал? Бегал и тягал железо. Это не тренировка для ММА. Тебе надо соревноваться с бойцами, борьба, грэплинг, спарринге. Нельзя называть тренировкой то, что ты бегал в течение 20 минут и 40 минут покачался. Это фитнес-тренировка, а не ММА. Я спросил тебя, сколько ты тренировался для ММА, а не сколько раз ты побегал. Мне все равно, сколько ты пробежал. И это очень важный момент. Многие бойцы допускают эту ошибку. И я знаю об этом, потому что на многих подписан и за многими слежу. Мне не нравится, как тренируются многие бойцы. Замечательно. Хочу спросить для тех, кому это интересно. Как проходит день накануне боя? Это многим интересно. День боя? Ну, к примеру, обсудим день перед взвешиванием. И следующий день. Обсудим это потому, что в данный момент большинство бойцов сгоняет почти 10 килограмм. Большинство. 10 килограмм – это сколько? Почти 20 фунтов? 20-25 фунтов. Почти все бойцы столько гоняют. И после сгонки, на следующий день, они набирают почти те же 10 килограмм. Поэтому утром тебе надо попотеть, потренироваться, снова ощутить свой вес. И, конечно же, утром, перед весогонкой, перед завтраком, небольшая тренировка. Минут 30 или 40. Завтрак, и затем идешь спать. Ну и все. Надо держаться подальше. От всех. Быть одному. Я любил оставаться один. Ведь люди, если ты будешь весь день с ними общаться, они заберут твои силы. Очень важно сохранять свою энергию. Очень важно оставаться наедине. С самим собой и, если можешь, спать. Многие бойцы не могут уснуть, просыпаются, потому что сильно волнуются перед поединком. Многие не могут спать, а я предпочитал поспать. Я предпочитал спать даже тогда, когда мы приезжали на стадион за 3-4 часа до боя. Я спал. Я знаю, что это немногие поймут, но я говорил, брат, я посплю часа полтора. Не знаю, как ты, но я посплю. Я могу заставить себя спать. Просто ложусь и сплю 40 минут, час, полтора, сколько надо. Сплю, просыпаюсь, хорошо разминаюсь и получаю удовольствие от боя. Почему для тебя, как для честного человека, настолько важно не заключать сделки с букмекерами и алкогольными компаниями? Потому что деньги — это не главное. Мы все понимаем, что они платят хорошие деньги, алкогольные и букмекерские компании. Большинство бойцовских промоушенов остаются в живых только потому, что такие компании платят хорошие деньги. Но я предпочитаю сказать «нет» и все, потому что такие вещи убивают наше поколение и новое поколение молодых ребят. Я не могу рекламировать такое на своей площадке. Свою площадку я создал только ради спорта. Люди, бойцы и спортсмены, они могут прийти и соревноваться. Не надо, будучи сильным, идти и ломать слабых людей. Это не по-мужски. Хочешь драться, тогда выходи в клетку. Понимаешь? Для меня это важно. Для меня важны соревнования. Я делаю это не для того, чтобы рекламировать алкоголь или ставки. Я создавал свою площадку не для этого. Поэтому я говорю им «нет». Что ж, я думаю, настало время для Блицопроса. Хабиб ничего не слышал и не знает, о чем я буду спрашивать. Все очень просто. Два варианта, и ты выбираешь один. Так быстро, как можешь. Итак, борьба или футбол? Рестлинг? Ресторан? Борьба? Или футбол? Конечно, футбол, брат. Я уже устал от борьбы. Всю свою жизнь я занимаюсь борьбой, так что я выбираю футбол. Пляж или горы? Что? Бич. Ну, пляж или... А, пляж или горы? Что с твоим английским? Я тебя не понимаю. Я живу очень близко к пляжу, но мне не нравится ходить на пляж. Так что горы. Отлично. Лето или зима? Конечно же, лето. Прости, Канада. Вчера было слишком холодно. Звонок или сообщение? Звонок намного лучше. Намного лучше. Так, не буду врать. Не знаю, как правильно сказать. Суши или... Вареньки? Не суши и не вареники, брат. Хинкал. Ничего, ладно. Это дагестанская еда. Ты должен попробовать хинкал. Дагестан или Абутаби? Брат, как Дагестан, мест больше нет. Нет мест, как Дагестан. Тренировать или драться? Пропускаю. Кофе или чай? Кофе. Пицца или бургер? Все зависит от того, в какой стране. Думаю, что в Канаде плохо и с пиццей, и с бургерами. Да не, у нас есть хорошие бургеры и пицца. Если знаете, где у вас хорошие бургеры, шлите локацию. Думаю, бургер лучше. Бургер лучше? Окей. Твои предсказания на бой Ислама и Волка? Предсказания на следующий бой Ислама? Да, предсказания на следующий бой. Это будет... Перед предыдущим боем я говорил Исламу, перед боем с Оливейрой, говорил, что Волкановский будет жестче, чем Оливейра. Я говорил перед боем, потому что, если Оливейра не сделал бы вес, то на бой вышел бы Волкановский. Думаю, что у Волкановского есть большой опыт в боях. Опыта у Волкановски и Оливейры одинаково. Так у обоих из них есть хороший опыт. Но если говорить про интеллект бойца и дух, думаю, Волкановский лучше Оливейры. И думаю, что Волкановский будет гораздо сложнее для Ислама, чем Чарльз Оливейра. Но кому какое дело, мы прикончим этого парня. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok